Всем привет, друзья! С вами, как всегда, на связи Брайан. Мы вместе с вами продолжаем играть в Total War Saga, Трона Британии. Играем из Восточную Англию на легенде «Викинги против всех». Итак, мы остановились, что на нас напала фракция Кэшелл на портовый город, и мы готовимся к битве. Ну что ж, всем приятного просмотра, друзья. Поехали! Так, в первую очередь мы должны будем с вами как раз-таки отбиться от всадников, а потом уже дождаться высадки и разбить их флотилию, что, в принципе, задача у нас поставлена. Так, копейщики, давайте, занимайте, наверное, позиции впереди. И своих сикирников уберем назад, стрелков тоже назад. Попробуем сейчас быстро этот бой разыграть. А вот она как раз-таки конница. Отлично. Так, и нам потом надо к берегу будут добраться по-быстрому. Так, лошадники, лошадники, лошадники. Это же стрелковая вроде конница. Они сразу на сближение с нами вряд ли пойдут. А будут всячески там извиваться, но на бой они сразу хрен пойдут. Так, давайте за военачальником. Ну-ну-ну-ну-ну. Догоним или нет? Догоним или нет? Нет, все-таки что-то шить такое. Серьезно, море? Вода? Обалдеть. Какой-то прилив начался у нас тут. Давайте сзади их обходим. И кончаем их. Так, отлично. Куда у нас там? Военачальник. Землевладельцы, всадники. Еще и клином построились, но при этом атаковать не стали нас. Все, сейчас он сдохнет. Так, у них уже отряды начали высадку. Мы немножко запаздываем, конечно. Вражеский полководец убит. Все, отлично. Отлично. Давайте. Двигаемся дальше. Давайте ускоримся чуть-чуть. Они все пока у них высадились еще. Не вот так лично интересная штука. Отмель. Странно. Так, 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 так. Смотрим, что у нас тут. Давайте сразу в атаку. Постараемся быстренько их снести. Не дать им закрепиться тут. Чтоб наша конница тогда быстро сработала на фланге. Вот, отлично. Окружили их. Замечательно. Вот, давайте вот на вот этих выходим. Тем более они потрясены. Я думаю, мы с ними быстро разберемся. О, отлично. Уже убегают. Все копеечки обходят. Так, остальные пока плавают, да, еще там. Мне надо военачальникам помочь, нашим топорникам Данам. Все, с этими разобрались, по сути. Копеечки, давайте. Окружаем их сразу же. Все. Сейчас мне в панике, все будут разбегаться. Застрельщиков тоже разогнали. И там у них, кстати, остались копеечки и лучники только. Давай-давай-давай-давай-давай. Не даем им выйти, не даем им выйти тут. Пытаются прорваться сейчас, взять. Все складывается в нашу пользу. Отлично. Так, ну что, ждем тогда. Тут мы всех в бегство обратили. Давайте продвигаемся дальше. Там тоже отряды разбегаются. Быстренько перестраиваемся. И в наступление выбросим их обратно в море. О, стрелки пускай тут отстреливают от вступающих нормально. Стрелков окружаем. Так, вы давайте дальше, продвигайтесь. Так, 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 давай-давай-давай-давай, хватай-хватай-хватай. А я стрелков, а я стрелков быстренько свяжу боем, чтобы они нас не отстреливали. Ого, отлично. Так, 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 вы бежали, вы бежали. Догоняем их. Догоняем. Догоняем. Все, победа. Океан, милый. Так. Ну да, в рабство всех берем. Так, можем ли мы сейчас догнать, потопить, чтобы они у нас не поплыли и не начали захватывать какие-нибудь деревушки. Отлично. Полководец, держи последний уровень воителя. Так, давайте теперь смотреть, что у нас тут еще можно сейчас сделать. Я думаю, вот эту армию я сейчас выдвину вот сюда. Заберем колхоз. И надо будет укреплять вот этот регион полностью все захватывать и уже давить их до фена. Будет минус враг. Нам там надо еще будет две фракции подчинить после этого обязательно. Так, как у нас дела здесь? Не выйдет. Так, они тут растеряли огромное количество своих поселений тоже уже. Особо-то и никого не осталось. Есть некоторые такие крупные фракции, да, тут. Но их тоже Нартумбрия сейчас жмет. Плюс, я смотрю, что многие начали между собой воевать, викинги. Странно, конечно, с их стороны, зачем они это решили сделать. Бедеборг, там, смотрю, у них и армии есть немало. Мне, короче, надо вот этих вот разбить. Я думаю, если я сейчас пойду сюда, к городу основному своему крупному, они просто убегут от меня. Если я попробую их окружить, не дать им убежать, то и деваться им особо-то некуда будет. Но, единственное, я нарушаю, конечно, соглашение о праве прохода. Ну и ладно с ним. Мне бы уже от них избавиться, чтобы проблем от них не было. Так, что у нас там сейчас по постройкам? Давайте посмотрим. У нас уже 28 тысяч нас собиралось. Между тем, это мы все под снос отправляем. Возведенные постройки. Хараульня первого уровня. Давай ее до второго отстраиваем. Казарма стража. Так, 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 сидись. Пускай пока как есть остается. И здесь тоже гарнизон мы улучшаем. Второго уровня нам вполне сейчас хватит. Так. По поводу теперь армии. Что у меня тут еще? Что-то есть? Нет. Тут у меня полностью открыта территория для вторжения. Так, подожди, идем еще в армию. У меня вроде еще были. Так, раз. А что здесь с гарнизоном у нас? Более-менее он уже восстановился. Я вот думаю, может его тогда взять и увезти. Да начинать войну с викингами еще. Помимо всего прочего. Начать викингов шатать. Можно было бы вот эти вот территории. Тем более здесь торговые поселения. Можно было бы их себе отхапать. Но надо выйти на границы, да? А наследник у нас в дофине дожмет. Ты у нас как раз викингами займешься, добьешь. Эту армию оставим на страже, да? На наши прибрежные поселения охранять. И вот здесь у нас 17 отрядов. Возможно, будет донабрать нашу армию. Пока, конечно, набирать-то некого тут особо. Давайте вот этих ребят заменим на нормальную конницу. Тенов-садников возьмем. И подождем. Тогда у нас пока появятся англы... А, топорники Даны. И англы-грабители. Точнее, топорники Даны им не нужны. Вот англы-грабители. Они бы нам сейчас очень пригодились. А так, потом. Вот с этим военачальником. Что будем делать? Давайте вот уже пока на границу выводим. Он пойдет у нас захватывать мелкие незащищенные провинции. И тогда мы с вами, наверное, завершаем. Сейчас ходят спищи у нас. Вроде более-менее. Можно, конечно, поставить плантанцы еще строить. В принципе, лишним не будет. Немножко увеличить запасы своей еды. Тем более, если я собираюсь потом немножко армию еще поднабрать себе. Так, четвертый уровень. Третий. А порт отстроить можно. Хотя бы как-то вот так вот. Пускай 5000, наверное, у нас останется на всякий случай. Так, в южных берегов Британии появился флот разбойников. Вот тебе и раз. Так, ну вот эту армию отправляем, окей. Она пойдет карать. Надо смотреть, где они будут высаживаться и идти. Поплывут, наверное, куда-то вот сюда они. Здесь у нас нету оборонительных сооружений. И у нас займет два, три, четыре хода, чтобы добраться до своей провинции. Так, здесь как раз-таки базарную площадь. Можем отстраивать. Сарай сносим. На самом деле у них тут много мест, куда они могут высадиться и захватить у нас, попробовать какую-нибудь из провинции. Проблем доставить могут при желании. Так, у нас, кстати, доступно переобучение, я смотрю еще, да? Так, у Скарлой данная у нас теперь. И англов-грабители мы в англов-воителей переобучили. Замечательно. Так, здесь мы не на своей территории, сейчас находимся. Так, появился у нас кто? Алибордисты. И два отряда копейщиков. Давайте два отряда копейщиков возьмем. Так, отлично, по крайней мере переправу мы заняли, они уже ничего захватить у нас тут не смогут. Так, вот они как раз алибордисты, эти самые. Так, где у нас еще переобучение доступно? Здесь мы не на своей территории, к сожалению, находимся, а вот алибордисты тоже. И все. Так, куда он у меня тут убежал? Давайте посмотрим. Его поведи, по всей видимости. Не только мы догнаться пытаемся, да? Видибург тоже за ним ведет охоту сейчас. И столица у них осаждается тоже. Так, но мы его не достанем никак. Вот они, кстати, его могут добить, если захотят. То есть, в принципе, может тогда отступить обратно на свои территории, гнаться за ним нет смысла. За нас его там сейчас долбанут уже. Так, и здесь у них что? Один регион, по сути, да, остался. И все. Давайте завершим ход тогда. Ну вот, норманы объявили мне войну как раз таки. Чего и следовало ожидать. Пойдем туда-сюда, потому что они куда-то поплыли наверх. Так, блин, ну вот тут у нас город вообще не защищен, кстати. Либо возвращать армию надо будет два хода, либо можно просто попробовать собрать. Охотный строй! Невозможно! Ммм, вообще и Мерсия появилась. С ума сойти. Взяли Мерсию, оживили. Я вот думаю, если мы начнем сейчас войну, они не начнут у нас тут плавать. Грабить наши прибрежные территории. Так, как тут побыстрее можно напасть? Ага, двигаемся сюда. А что тут у них? Гарнизон есть? Гарнизона нету. Да, отлично. Начнем потом быстренький захват вот этих всех территорий. Ну, в принципе, это может хоть сейчас начать. Здесь-то им ничего явно не светит. Так, а давайте посмотрим. Может реально здесь армию собрать? Потому что у меня вот тут... Конечно, вот этими поселениями я вообще не занимался. Надо было хотя бы их до второго уровня отстроить, да. Улучшить здесь гарнизоны, да, хотя бы. Так, кого можем взять? Содержание для копейщиков. Минус 50%. Давайте его найдем. И можем сюда сейчас с вами взять стрелков тогда, да. Давайте возьмем 6 отрядов стрелков. Из них сделаем 2 отряда стрелков. Пойдет. Так, возьмем отряд копейщиков. Отряд конницы. Соберем тоже один отряд конницы. И топорников данных наберем тогда тоже всех. И сделаем из них 2 отряда топор... 3 отряда топорников данных. Пока доплывут, они у нас как раз восстановятся. И... Давайте секирников тоже тогда наберем. Сейчас все заберем, все что есть. Чтобы не потерять, конечно, провинции. Неохота. Колхозы, ладно, с ними. За них не так страшно. Вот. За основные поселения. Их там 14. У нас 11 отрядов. Плюс у меня армия сюда идет уже, да. На помощь. Главное, чтобы они сейчас курс направления не поменяли, когда увидят там мою армию, да. Так, ну что, тут завершаем ход. Так, разорили они мое первое поселение. Мы заставим врагов страдать. Так, здесь у нас с едой проблема, поэтому у нас еще и потери идут. Но, по крайней мере, мы уже на месте, да. То есть, даже если у нас еще хоть сейчас займут это поселение, то дальше они уже продвинуться никуда у нас не смогут. Так, возведенные постройки. Монетный двор. Казна. Таверна. Еда минус 5. Да, вот здесь. С едой тоже проблема. Можно на чужую территорию забежать, и проблем у нас тогда не будет. Так, до этой армии мы... В рыбках и доходим. Да, отлично. Это и у них было вроде единственная как армия. Опа, а у нас даже, блин, посмотрите, что случилось. А вот так вот. Плянемся служить. Ну, бывает же такое. Мы умудрились как-то в минус поеде уйти. В минус поеде, с ума сойти. Так, я, конечно, там поставил кучу строительства... Кучу построек на еду сейчас отстраивать. Сейчас давайте еще добавим. Раз, такие дела у нас пошли. Кто знал. У нас ведь еще просто тут ограбили, получается. Может быть, в минус бы мы и не ушли. Давайте на всякий случай. Тогда сейчас на этот ход я налог подниму, чтобы у нас пища была запас. Так, и армия эта убежала. Сейчас мы вроде как и готовы начать войну, получается. Положитесь на нас. Так, да, надо соглашение разорвать. Там, кстати, еще Нортумбрия, получается, жмет. А мое уши, а лимит войну. Так, у них в союзе Лидиборг. Ну, мы с ними и так воюем. И Мерсия. А с Мерсией мы в любом случае должны были бы начать войну, да? Поскольку они не являются фракцией викингов. Давайте сразу тогда, наверное, пойдем на столицу провинции. Возьмем ее в первую очередь. Нам так будет даже проще. Так, а тебе мою войну тоже объявляем. Вот, по идее, кстати, мы сейчас должны, вроде как, может, и в плюс по еде выйти сейчас, если с ней земнолог. Еды у нас 7 единиц. Ну, ладно, я все-таки оставлю пока на завышенном, на один ход, чтобы перестраховаться, чтобы на следующий ход опять не уйти в минус. Так, и эта армия у нас отойдет, захватывает основной город. А здесь у них гарнизон имеется. Так, то есть мы отрежем как раз вот эти мелкие городишки у них. И потом их заберем. Так, ты у нас должен будешь забрать вот это поселение. Ты осадить вот это поселение. И здесь колхоза мы добираем. Так, что у нас там с верностью? Я так полагаю, надо кому-то поместья дать. Так, с влиянием у нас все замечательно. Ну, все, хорошо, завершаем ход тогда. Так, давайте бонус карми и возьмем. Так, по технологии дальше мы тогда, может, изучим, возьмем сейчас копейщиков. Тем более, что это основа обороны наших городов. Давайте лучше их улучшим. Так, губернаторов вкачиваем. Норманы у нас высадились. Попробуем сейчас здесь им проход перекрыть. Бежать им тут особо-то уже и некуда получается. Так, они только тут могут меня обойти. Либо можно поставить армию. Вот справимся ли мы с ней, да? А если мы вот здесь поставим вторую? Мы будем служить до конца! То они уже не дойдут до нашего города. Им уже не сладко придется. Им придется на корабли и бежать. Либо отчаянно нападать на нас. Так, вижу, армию выдвинули. Ага. Давайте-то назад в город отходим. Торговое поселение забираем себе. Уже даже с викингами начали воевать. Так, это все под снос, я думаю. Мне надо побыстрее вот тут разобраться с фракцией в идеале. Ну, здесь гарнизон у них слабенький. Так. И вот до поселения мы доходим. Там начали армию еще одну собирать они. Все, может, кстати, снизить налоги, я думаю. Там пища у нас сейчас должно быть. Нет, тут смотри. С пищей по-прежнему беда. Не думал, что мы ждем в минус. Так. Сейчас все застраиваем едой. Производство пищи, окей. Так, здесь производства пищи нету. Здесь тоже нету. Но я уже практически много где пищу отстроил на максимум. Так, что здесь с городом? В принципе, можно и авторасчетом взять его. Надо бы время не тратить на него сейчас. Так. Мерсия, 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 Мерсия. Армии у меня здесь нету, да? Ко мне вроде плавать сюда уже перестали. Так, появились у нас англые воители. Давайте доукомплектуем тогда. А, еще почему мы в минус ушли? Я же еще армию набрал. Я как бы не собирался вот этот стэк формировать из 11 отрядов. Но мне его пришлось срочно брать. Ну, а если я сейчас авторасчетом возьму, понятное дело, что потери понесу. Армия, в принципе, за один ход не дойдет, да? То есть я успею восстановиться даже. Правда, в принципе, нормально. Так, здесь что у нас? Амбар. Осторожка. Инструменты можно снести. И что, все равно? Минус, да, у нас остается. Да, все равно. Так, идут по соседству Мерсия. Без гарнизона. Нет. Мы все выдержим. Не выйдет. Готовы к бою. А если армию сюда отправить? Ну, может, на меня, кстати, вот эти вот мятежники могут напасть, взять. Тут у них, в принципе, я смотрю, небольшой радиус перемещения идет. У нас преимущество есть. Сюда отправимся, тогда. Так, Инортумбрия, наверное, заберет вот этот город. Сейчас я его не успею забрать. Здесь у вас что? А, здесь еды и нету, да, у вас? Понятно. Плохо, что еды нету. Так, а где мы можем, допустим, сейчас взять, собрать еще одну армию, чтобы по-быстрому оттяпать себе вот этот город? 700, натиск конецы, правление. Вот сюда его перепрячем, на сверху ход поселения это займем. Так, с верностью у нас там что? Потихонечку выходим на границу с Инортумбрией. Лидибург, фракция уничтоженного. Нам на районе засчитали, да, в уничтоженной фракции? Нет, не засчитали, к сожалению. Обидно. Так, они уже этот город взяли в осаду. Быстрые, вы, слушайте, Нортумбрия, блин. Продохнуть не дают даже. Так, здесь, блин, свинец. Я думал, здесь наоборот, постройка будет на порядок. Казалось, наоборот. Давайте ее на уровень разбросим. Так, Мерсию пойдем сейчас перехватывать, уничтожим. И выдвинемся тогда на их город. Так, до этого города мы не дойдем. Может, тогда эту армию не везти дальше, повезти ее тогда на высадку и завнять вот эти прибрежные поселения, закрепиться там. Я думаю, там нам вполне одной армии хватит. Это не выйдет, не выйдет. Убий всех! Понял. Быстрая победа по славе, да? Еще одну победу мы с вами одержали. То есть, по сути, у нас вот эти вот три осталось. Не знаю, кстати, буду ли я все победы брать. И еще раз. Уже который раз мы их с вами одерживаем. Посмотрим. Так, да, увожу тогда эту армию. А, тут ко мне друзья плывут, я смотрю, да? А город портовый, да? То есть, старушку строить здесь надо будет. Иначе будут ко мне наведываться они частенько. Так, ну тут они, наверное, вряд ли отобьются. Так, а если сейчас пойти взять мятежников? Они все равно же за один ход город не смогут проатаковать, как ни крути. А я на следующий ход успею подойти, чтобы от них избавиться, пока они не разрослись прям очень сильно. Я ж не думаю, что у них там сейчас появились уже катапульты. Я думаю, что нет. Так, они от меня пытаются свалить. Я смотрю. Я скоро горы свернул. Все, с норманами покончили. Замечательно. Быстро приплыли, отхватили и готовы. Ну мы прям сегодня за Сирию с вами. Посмотрите, сколько всего у нас захватывали. Обалдеть. Так, а мир все, они могут, да? Сейчас в осаду везти могут. Награда за успехи! Нет! Так, мне вот не нравится, что Нортумбря что тут возле наших территорий стоит. Не к добру, это такое впечатление. Так, снос церковь. Амбар. Настроим здесь Тинг-судилище. Палату сносим. Так, две армии сюда подвеление. Так, из возведенных построек Торговые причалы. Большое аббатство. Так, город надо подождать, пока отстроится на максимум. У нас, видите, еще торговый город, очень много еды потребляют, получается. И большой фруктовый сад улучшаем. Вот денег у нас. А что, по налогам снизить можем? Опять же. Да, можем снизить. Отлично. Все, дальше он тут уже бежать некуда. У них остался всего один город, получается. Здесь старушку возводим. Деваться им тут некуда. Так, и мне тогда она будет разбить Мерсию, разбить армию Бедеборга. Тут у них, кстати, неполная армия. Еще и отступают при этом. То есть, видимо, они... Не увед... Да, да, тут. У них армия неполная. Плюс, видите, а такие отряды начальные. Мерсия была рана довольно-таки очень уничтожена. Не успела развиться. Толком ее воскресили такой же слабой. Наши враги падут. Да, и на следующий ход мы можем их... Взять и осадить. Ну, а здесь, скорее всего, придется биться, да, я так полагаю, нам? Да, здесь придется биться нам уже. Ну что ж, ладно, друзья. На этом мы, в принципе, нашу кампанию будем сегодня заканчивать. Ну, видите, да, что уже, конечно, Восточная Англия, Которая стала позже называться Донло. Практически непобедима в боях. Уже многие битвы так берем просто авторасчетом, Потому что нет смысла там биться. Но вот эту битву мы с вами разыграем уже в следующей нашей серии. На сегодня мы с вами закончили. Если она вам понравилась, Не забудьте, как всегда, поддержать лайком, Подписываемся на канал, Оставляем комментарии. И увидимся на новом видео, друзья. Всем пока-пока.